Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наши рассказы о недельной главе. Бен Ишхай говорил, что каждый человек живет в мире, который принадлежит Творцу. И постоянно Творец делает для него милости. Но человек привыкает к этому потоку, что мы встали утром, что нога не болит, еще что-нибудь. И он не осознает уже добро, которое делается для него, не осознает обязанности благодарить Творца. Но если человек, не дай Бог, например, заболевает или переживает какие-то трудности в жизни, какую-то трагедию, он сразу начинает понимать, что вся его жизнь, каждый вздох, это великая милость со стороны Создателя. Так устроил этот мир, и, к сожалению, мы так в этом мире построили. Нам была дана возможность прийти в мир и работать с испытаниями, с тем, что происходит здесь. А мы перестали видеть Творца за этим испытанием. Вот счастье быть вот сытым, да, безусловно, но это кто знает, только голодный. Счастье быть здоровым, да, но кто это знает, это знает только больной. И поэтому, чтобы человек вернулся к своему главному делу, к которому он приходит, например, очищению души, ему посылаются испытания. На языке Торы вообще испытание, это нес-слово, да, ему соответствует такое понятие, как вымпел, вымпел. То есть, здесь интересная вещь, значит, испытал, значит, вознесся ты. И таким образом можно вознести человека. Бог послал испытание Авраму, и благодаря этому Аврам духовно поднялся, проявил свои способности. Написано, для этого так посылается все мир для человека. Именно потому так он устроен, этот мир, что только благодаря тому, что когда у нас какие-то, есть выбор какой-то между злом, добром, какое-то испытание, вот так вот человек развивается, как, знаете, и идет вперед. Это значит, что испытание может привести еще и к чему? И к отступлению, поэтому мы должны понять, что испытание это очень сложная вещь. Мы или поднимемся, или опустимся, но страдание даже не так, вот, знаете, вот, испытание может привести к отступлению. Но страдание вообще, вот, которое в этот период происходит, это не символ платы или наказания. Это элемент испытания человека. Испытание может вознести человека и может опустить его. И вот тут надо понять, для чего это все происходит. Хафицхайм говорил очень интересную вещь, опять вернемся. Он, он наверху, один Бог только знает, какое предназначение каждой души человека, с чем она пришла в этот мир, какие испытания должна, именно она, вот такая эта душа, каждому посылаются те испытания, которые соответствуют именно его исправлению, и в котором он нуждается. Если кто-то другой написано, поместить в испытательный полигон другого человека, это как плотнику дать инструменты для обработки алмаза. Вот, поэтому ничего случайного нету, нету никаких, как бы, вот, ой, откуда это, ничего нету. И случайность это имя Бога, когда он не хочет себя показывать. Написано у мудрецов, что смысл рождения каждого человека определяется тем, что ты дитя Бога. Вы родились не случайно, он выбрал вас специально вот в такой день, когда надо, в такую минуту, когда надо, в такой семье. И уберите хоть что-нибудь, и сразу все пострадает. Поэтому человек должен понимать, насколько он ценен. И есть еще очень важная вещь, которую надо для себя знать. Очень часто мы принимаем горькое за сладкое, сладкое, там, и так далее. Почему? Ведь надо знать одно, что же сказали мудрецы. Если виновный по любому вопросу получает наказание в своей земной жизни, которое представляет собой лишь вот короткий коридор вот этот, то он предстает перед высшим судом абсолютно уже с закрытым счетом. И поэтому то, что написано в мудрецов наших, так написано в наших мудрецов, если кто-то проиграл суд, если кто-то проиграл тяжбу, если ты получил наказание, там, даже штраф там какой-то, то это счастье великое, там, ты в полном ладу, все в порядке, на небе закрыт счет. Но будем реалистами. Трудно представить, что кто-то из нас безропотно принимает суровое решение, там какое-то, бежит на улицу с радостью, говорит, ой, я проиграл, там, что-то и так далее. Почему? Ну, так устроен человек. И тем не менее мудрецы просят нас это понять. Так зачем все эти испытания? Зачем, если большинство из них мы, к сожалению, не пройдем? Вот, мудрецы сказали, нас меняет не то, что мы получаем, а те усилия, которые мы прилагали для того, чтобы это получить. Если мы сталкиваемся с трудностями и преодолеваем их, то мы становимся совершенно другими, переходим как бы на новый уровень, вот, ну, если можно сказать, в компьютерной такой игре. И еще, для прохождения испытаний очень важно написано не раздуваться. Раби Нох изглядывающий говорил такие слова. Человек – это маленький мир. Если его я занимает весь мир, значит, этот человек маленький. А если в своих глазах он маленький, то, значит, это целый мир. Вот это вот все, если мы соединим вместе, то мы поймем, что все, что с нами происходит, происходит по воле Бога и для нашей пользы. То, что мы иногда это не понимаем, ну, человек слаб. Но надо это воспринимать, стараться хотя бы каждый день пытаться немножко менять свое восприятие. Брахава от слаха всего самого лучшего.